Всем доброе утро! Мы застилаем кровать, и наша красота нам помогает. Я застилал, оскакал. Теперь Ярик свою. Здравствуйте! Здравствуйте! Это кто это тут такой? Это кто и спрятался? Он сам залез. Ну, я на этого... Он взял, прыгнул ко мне, и я его решил бы... Застелить? Накрыть. И сидит в себе довольный, да? Сидит. Вот так, ребят, начался наш день. Пупсик. Чудо. Так, ну что, сегодня у нас 20 число. Будем записывать влог. Смотрите, что хочу вам показать. Есть, что показать, поэтому... Лезут уже зеленые эти... От лука пелья, короче, да? Но пока только в одной луковице больше не лезут. И, кстати, давайте посмотрим, что тут у нас с травой нашей, которую мы для котика сажали. Я думаю, что потом пойду куплю ему все-таки овес, да? Так, смотрите, растет травка. Надеюсь, видно. Вот так поверну, сейчас включу фонарик. Смотрите, растет потихоньку, да? Пробивается. Ну, посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, туалетная бумага слишком плотная вот эта. Плохо пробивается. Ну, ладно, будем наблюдать. Сейчас замотаю обратно. Делитесь, чем я хочу заняться. Я уже как-то пробовала, но тогда я немножечко неправильно сделала. Короче, я с лимона достала косточку. Посмотрела в интернете, как их проращивать. Нужно снять с косточки кожуру. Вот я сняла. Намочила... Намочила два ватных диска обычной водичкой. Между ними положила вот эту косточку лимонную без кожуры. И положила сюда, потому что на подоконнике там у нас не совсем тепло. А вот там, где батареи, нету таких выемок, чтобы положить. Поэтому положила туда. И смотрите еще, как пролазит вот этот лук, да? С утра их буквально не было. Уже вот новые появляются эти. Перья, да? Остальных пока нету. Вот там что-то у нас. Все ходят, ремонтируют. Трактора, машины приезжают. Вон там вагончик стоит рабочих. Так. И еще знаете, что хочу сегодня, наверное, я сделать? Я хочу вот эту вот часть, наверное, сейчас посмотрю, отрезать. И поставить в маленький стаканчик, в рюмочку, чтобы пустил корни. Вот это, кстати, часть, вот что здесь. Это тоже я отрезала, до корешков ждала. Он пустил хорошие корни, я посадила рядом. То есть я хочу, чтобы вот в этом горшке такой более пышный, получается, был как бы цветок. Вот. Ну, посмотрю, как будет, как будет получаться. Я от этого зеленого, бело-зеленого, да, отрезала вот эту часть и поставила в водичку. Так, наверное, я нижние эти сейчас оторву. Да, чтобы он лучше был туда утоплен. Вот. Я нижние два листика оторвала. И вот так вот его оставила. И его, наверное, когда корешки пустят, в отдельный горшочек отсажу, потому что здесь и так, в принципе, довольно-таки пышно получается. Вот. Вот этот вот, вот эта часть, это точно так же я отсаживала. И сюда рядышком посадила. Было бы неплохо этот еще, но тут пока что отрезать нечего. Они только-только начали вот отрастать. Это я покупала их в материке совсем дохленькими, скажем так. Они были по акции 2 рубля 99 копеек. И вот как красивенько разрослись. Я их пересадила. Вот. Попробуем их размножить. Не должны быть такие пышненькие прям. Вот так. Приветики. Вы на канале Света Носик Лайв. И на своем канале я рассказываю о своей жизни. Так, кто смотрел мое предыдущее видео, видели, да, что я тут выращиваю лук в этом, в водичке. И вот этот, смотрите, уже прям какой огромный стал. Скоро уже будем зеленый лук есть. Так, еще мы съездили. А, вот я отрезала от этого цветочка часть. Сюда посадила, положила в водичку, чтобы корешки пускал. Я уже так делала. Вот предыдущий, который был от корешков. Так, и еще у нас есть вот здесь семечко от лимона. Так, мы съездили в поликлинику с Ярославом. Доктор сказала, что все хорошо. С понедельника Ярик пойдет уже в школу. И по дороге я заскочила еще в фикс прайс. Сейчас покажу, что купила. Так, Ярослав пошел купить шаурмы, потому что есть хочется, а готовить не особо хочется. Вот, я надеюсь, что я тоже уже выздоравливаю. Так, ладно, не об этом речь. Купила вот такие вот я войлочные стельки. Они должны были быть порублющим. Сейчас я чайник отключу и продолжим. Так, заварила я чай, продолжаем. Короче, купила вот такие войлочные стельки. Я их хочу пришить к этим. Я вязала такие как бы тапочки. Тапочки, носочки вязаны, они протоптались. И там делать заплатки мне не очень хочется, потому что там пряжа была не насочная, но все равно протрется. Поэтому я купила стельки за рубль с чем-то. Вот я нашла чем-то, сейчас будем смотреть. Я просто стельку эту пришью и будут такие у меня тапочки. Со стелькой вязаны. Так, где эти стельки? Стельки рубль 68. Так, дальше я купила вот такую новую штуку для сушки посуды. Она в таком красивом оливковом зеленом цвете, бледно-оливковый. Камера, к сожалению, не передает этот цвет. Вот у нас такая сейчас в бледно-розовом цвете, но она уже вся запачкалась, такая страшненькая. Поэтому будет вот такой у нас новый. По-моему, 6 рублей или сколько он стоил. Ярослав идет уже домой. Вот коврик под посуду 6 рублей. Вот такой вот. Он довольно-таки большого размера. Вот точно такой же, как у нас розовый, только этот бледно-зеленый такой цвет. Так, ну вот помощник. Я же тебе ничего не покупала. Так, дальше купила еще вот такой вот моточек пряжи меланжевой. Очень красивый цвет. Мне понравился. Хочу тоже скомбинировать, связать носочки. Буду на них тренироваться. 6 рублей. Так, дальше. Ой, князь. Ой, блин. Князь. Князь, пожалуйста, отойди. Он дерется со мной. Так, дальше. Купила вот такие две пачки этих маршмелки. Они мне очень нравятся к чаю. Так. Зефирный пухлый кролик. Рубль 25 за штуку получилось. Так, потом Ярик МНДМсы попросил. Так, МНДМ. Где они? МНДМ. Рубль 75. Так, я еще Баунти взяла. Баунти. Баунти, Баунти. Вот, рубль 50. И взяла, ради чего я и поехала, еще одну вот такую вот сейчас полку для ванны. У нас одна такая есть. Мне очень нравится. Довольно-таки хорошо держится. Так, и эту я взяла, повешу под зеркалом. Потому что там маленькая полочка совсем узкая, она отпадает. Иногда я аж пугаюсь. Так, и полка 4 с чем-то рубля должна быть. А, 4 ровно. Мне кажется, раньше они были по 4,50. Вот, вот такие покупки у нас были в фикс-прайсе. Это распаковки у нас сегодня, покупки продолжаются. Пришли все три заказа на Валберес. Князь изъявил желание тоже пойти. Давно я его в переноски не выносила. Прикрепила этот поводок. Посмотрю, за Валбересом вроде должна быть детская площадка. Может, туда сходим. Сейчас, тем пока заказы заберем. Дома распакуем, покажу, что там. Далая заказы. Что-то вот у меня в кармане здесь. Что-то там у князя. Вот тут приду домой, покажу. Мы тут на какой-то детской площадке нашли место. Место ему незнакомое, как и мне. Поэтому пока что сидит, не вылазит. Сейчас немножко посидим. Еще если не вылезет, пойдем домой. Моя эта красота вылезла. Не наблюдает. Так ему все интересно. Сейчас немножко посидим и пойдем. Я крепко его держу. Я уже знаю. Это малышня. Все что угодно может. Главное, чтобы не пошел под стол. Я ж не полезу за ним под стол. Князь, ты что? Иди ко мне. Иди ко мне. Иди сюда. К тебе. Что там? Князяшка. Что там такое? Ой, так тебе интересно все так. Давно ты так не выходил уже, да? Пришли мы домой. Это полный трыдец. Трыдец. Трындец. Я уже заговариваюсь. Я сейчас настолько стрессанула. Вам просто не передать. Сейчас пойду пить пустырник. Потому что у меня до сих пор руки трясутся прям. Короче. Все. Гуляли мы с князем. Как обычно. Все хорошо. Он уже залез в переноску. Опять идти домой. Потом он опять резко вылазит с этой переноски. Куда-то бежит. Зачем-то. Что-то он, видимо, увидел. И знаете, что я вам скажу? И он вот с этого ошейника, с этой шлейки. Он просто выскользнул. И в итоге поводок со шлейкой у меня остались в руках. А он попер дальше. Господи. Я настолько перепугалась. Это слава Богу, что там не было машин. И то, что там была огороженная площадка. Типа для баскетбола, волейбола. И то, что он попер именно туда. Вам не передать. У меня аж трясти начало. Я давай тихонько. Хорошо, что у меня с собой еще вкусняшки были для него. Я достаю эти вкусняшки. Нашла где-то ближайшую дырку в заборе. Там где-то огороженная. Пролезла туда кое-как. Надеюсь, куртку не разорвала. Он сидит такой и смотрит на меня. Это как князюшка, князюшка. И даю ему вот эту вкусняшку. И он уже начал потихонечку подходить. И уже подошел. Начал есть эту вкусняшку. И я уже за него и в переносковый быстрее впихнула кое-как. Давай закрывать. Она не закрывается. У меня руки трясутся. Я Ярославу в этот момент позвонила. Чтобы он вышел. Помог, если что, его ловить. Ярослав, мама, мама, что случилось? Ну, эту трубку я не положила. Потому что стрюкот подошел. Думаю, надо кота быстрее хватать. Ой, ребята. Конечно, это капец. И знаете, что я подумала? Ну, какой коврик у нас грязный. Трындец. Сейчас коврик будем чистить. Это нанесли песка. Что ты делаешь? Сейчас растрясет весь. Короче, где-то он уже побежал. Короче, это баловник еще тот. Это просто трындец. Извиняюсь. И что я хотела сказать? А, я хотела сказать то, что это, наверное, был последний раз, когда я с ним вот так вот на поводке вышла гулять. Потому что этот поводок, эта шлейка, когда она особо не плотна до одного места, он просто, я не знаю, каким образом, она у нее плотна буквально на палец. Да? Потому что та шлейка, которая у нас была, вообще была плотна. Ему голову было тяжело просовывать, особенно доставая его. Я поэтому купила чуть больше на размер. Все нормально. Ну, я говорю, это трындец какой-то. Короче, эти шлейки, если она вот так вот не плотно на один палец, ну, не спасет. Он все равно убежит, если захочет. И вот, пришли, он играется. Может, он еще молодой, не понимает. Я не знаю, что он там увидел такое. Вот тоже залазил уже в переноску, сел, потом резко разворачивается, что-то увидел. И пулей просто полетел. Я говорю, как-то собака огромная, которая, знаете, так вот бежит и тянет хозяина. Такие это, я говорю, вроде потихоньку с ним выходили. Все окей, а тут на тебе. Больше я его, короче, не знаю, выводить вот так вот не буду. Тем более, сейчас лето начнется, там всякие бациллы вот эти, да, то вообще не стоит. Максимум сумочки вынесу, чтобы посмотрел. И все. Да, князь? Куда ты побежал? Ты играй. Все, уже игрулька у него началась. О, что творится. О. Ой, ладно. Сейчас переоденусь и будем с вами рассматривать, что я с Валберис принесла. А, еще попылесошу сейчас быстренько. Немножко подуспокоились. Вот этот принц мой, князь. Как ты так, ну? Ну, что ты вытворяешь? Ты еще молодой совсем, да, наверное? Ой, не знаю, что он там видел. Так, короче. На пункте выдачи проверить нельзя было. Будем проверять сейчас. Это еще один увлажнитель воздуха. Оно совсем маленький. За 80 копейками рублей. Все ссылки я буду оставлять, как обычно, в своем телеграм-канале. Под видео есть. Это мы пили валерьянку. И это вроде вытерли стол. А все равно. Что ты делаешь? Князь. Вот ему запах все равно остался. Хотя я вытерла тряпочкой влажной хорошенечко. Видно, не хорошенечко вытерла. Ну-ка, слазь. Сейчас его уберу. Продолжаем. У меня язык аж заплетается. Короче, это маленький, дополнительный. Так как я понимаю, что летом, наверное, когда солнышко будет светить, все равно будет сухо у нас. Плюс я еще планирую все-таки цветов раздобыть. Как он откручивается. И дополнительно хочу еще увлажнять. Сейчас я посмотрю, как он откручивается. Так, оно не откручивается, а просто снимается плотно. Оно тут так вот было. Вот. Так, внутри сразу фильтр, который надо помыкать. И USB эта штука. Сейчас мы попробуем водички туда, фильтрованной водички. Так, есть также инструкция. Но у нас был подобный. Так, вот достать, сунуть фильтр. Водички его надо подержать. Еще надо. Не помню, сколько минут, правда. Наверное, минут пять. Ну, короче, сейчас попробуем. Вот. И это и для растений моих будет. И оно плотно закрывается. И как ночничок еще будет. И я хочу вот PowerBank'а подключать. Так. Давайте сразу, наверное, сейчас я водичку, фильтр поставлю, чтобы он промокал. И попробуем, проверим заодно. Фильтр промокает водичкой. Так, еще что я заказала. Это нижнее белье. Ближе к лету я хочу себе юбку, кстати, связать. Она будет, наверное, довольно-таки короткая. Вот. И поэтому я подумала, если даже где-то вдруг, случайно, она призадерется, грубо говоря, чтобы было какое-то нижнее белье, подходящее по цвету. Юбку буду вязать розовую, либо голубую. И я нашла, короче, девочки, трусики. Типа как в нашем детстве. Может, кто помнит, не помнит, когда-то были, типа, недельки, да? Ну, типа того. То есть здесь в наборе 5 штук. Они разного цвета. 15, по-моему, рублей мне белорусских обошлись. Они в такой упаковочке, еще хорошенькой. Так, я же уже вскрывала. Вот. Сейчас так, кратко покажу. Такие приятные цвета можно... Ой. Можно было, кстати, выбрать. И они, смотрите, такие прям рифленые. Очень классные. Ну, обычные. Обычные труселя, грубо говоря. И они такие прям приятные. Мне очень нравятся. Вот такие вот розовые. Вот я примерно такого цвета хочу связать себе крючком юбку. Либо вот таким цветом. Голубые, серые, красные. И вот такие какие-то бледно-желтые. Вот. Класс. И качество, я смотрю, довольно-таки неплохое. Вот. Поэтому вот такие трусишки еще. И заказала, очень уж мне хотелось, гирлянда Роса, короче. Тоже, по-моему, она в районе 2 рублей, что ли, стоила. Вот этот в районе 8 с копейками рублей. Трусики где-то 15 с чем-то рублей. Ну, полный комплект 5 штук. И вот это, по-моему, 2 с чем-то рублей. Она с батарейками. Я уже на пункте выдачи включала. Она работает. Сейчас достану и включим уже нормально. Я этой гирляндой хочу, она, по-моему, 2,30 метра, что должен быть. Не помню. Вот, сейчас посмотрим. Три даже метра. Теплый. Я этой гирляндой хочу обмотать нашу подставку для цветов. Вот. Вот так она светится красивенько. Она, получается, там идет, как этот. Ой, господи. Дай бог память. Как проволочка тоже. И она должна хорошо обматываться, мне так кажется. Может, сегодня, дай бог, дойдут у меня руки до этого. Вот. Мне кажется, будет так красиво. Где-то даже видео, если буду снимать с лицом. Вот, работает. Две батарейки, там, такие, типа, этих таблетки. Да, вот они видны. Все, сейчас будем тестировать наш этот увлажнитель. Паранечки его подсоединила. Даже тут свет загорался. Вот, шипит. Довольно-таки сильно. Так, это, наверное, интервальный будет. Да, интервальный. А, это, наверное, выключить. Я так думаю, если зажать и держать, должна подсветка включиться. Да, вот. Наверное, получается, меняется. Да? Мне кажется, круче было, чтобы как-то можно было выбрать цвет еще. Ну, хорошо так. Шпарит. Вот. Отлично работает. 8 рублей. Вот такой он небольшой. Короче, вот такая вот кружечка. Вот. Лучше всего воду фильтрованную. Подсветку можно выключить. Вот так может стоять. Вообще классно прям такой напор. Я не ожидала. Видно, надеюсь. Смотрите, да? Супер. Отлично работает. Все. Вот такие покупки у нас были. Мы уже забрали заказы. Сегодня тоже был большой заказ. Папа мне помогал. 12 килограмм. Может, вот эта девочка, которой я помогаю еще с пересылкой, потому что у нее нет возможности. Вот. Пока что. Ну, скоро она уже окончательно выздоровеет. И сможет тоже сама этим заниматься. Так что все в порядке. Ну, соответственно, тот огромный заказ я не показывала, не снимала. На пункте выдачи упаковала и отправила. Есть еще мой маленький заказик. Я приду домой, он же покажу. Ну, так, а сейчас я иду. Я же первый раз сделала заказ на Озон. Вот. Где-то здесь тут пункт выдачи рядом. Если бы не было рядом, по-моему, вон там. Если бы не было рядом пункта выдачи, я бы и не делала, наверное, заказ. Так как там разница в ценах от Валберис не настолько большая. И, ну, может, я как бы не знаю, на Озон по полной предоплате. То есть нету такого, как на Валберис пришел, посмотрел. Что-то, если не понравилось, не берешь, да? Или потом оплатил. Вот. Поэтому, ну, я сейчас узнаю. Потому что я первый раз так заказываю. Посмотрим. Два заказа у меня с Озона. Вот. Один мы сейчас заберем. Там макарики. Макароны. Мне казалось, кстати, что я в Миксе такие видела. В районе, по-моему, 4-5 рублей. Я все хотела брать, взять попробовать. Мне все жалко денег было, как говорится, на них. Здесь я видела по 2 рубля. Ну, может, я ошиблась где-то. Сейчас я потом в Микс еще сходю, посмотрю. Ветер. Вот этот Озон. Задался. Откуда-то. Такие макарики я взяла. Вот. Да, и на Озоне там только стопроцентная предоплата. Я спросила. Сейчас посмотрим, почему такие макароны в Миксе. Мне кажется, я там такие видела. Сейчас перейдем дорогу. Вот. Наконец-то я уже дома. Надеюсь, что сегодня никуда уже больше не пойду. Вот так вот выглядит в темноте моя вот эта вот подсветка роса. Вот эта гирлянда. Ну, как, еще не темно, еще светло на улице. Вот. Вот такая вот у меня еще есть. С фикс прайса. Здесь уже батарейки немножко подсели. Вот. А, и сейчас покажу, как еще светится этот. Вот, как его увлажнитель вот этот, что я купила. 8 рублей такой. У него, получается, меняется цвет. Поставила его на этот, на поддончик такой небольшой, чтобы повыше к папоротнику был. Попадало больше. Вот так вот меняется. Вот. Ну, сейчас еще не совсем темно. Ой, мне так нравится вот эта гирлянда. В темноте вообще этих не будет видно, как его, металлических штучек. Класс. Ну, это я отключу, потому что я к пауэрбенгу подключила, батарея быстро сядет. Вот. К этому подключила еще. Всего их 4-2 уже осталось зарядки. Блин, мне нравится. Красиво светится. 2 рубля с копейками, 3-х метровая по длине. Все, наконец-то я теперь сейчас сделаю себе чай. Купила еще. Что я купила? Лазанью. Вот. Ярику пельмеши купила с индейкой вкусные. Вот. Себе лазанью возьму и сейчас наконец-то работать. Сегодня еще даже не работало толком. Такие дела. Довольно вот этим увлажнителем. Сейчас я хочу добавить еще воды. Честно, я не ожидала, что за 8 рублей будет действительно такой классный он. Пусть и маленький, но все равно суперский. Так, я взяла сейчас жидкость для снятия лака. Сейчас добавлю сюда водички, поставлю чайник с Яриком, что-нибудь перекусим. И взяла жидкость, чтобы обезжирить эти плитку в ванной. Пойдем сейчас прикрепим вот эту полочку. Ну, прикреплю, покажу вам. Прикрепила я эту вешалку. У нас получается здесь внизу Ярика-мочалка висит. Но ее все некуда было деть. Вот тоже такая вешалка. И здесь прикрепила эту. Вот это вот от предыдущих жильцов я отодрать так и не смогла. Если кто-то знает, как легко вот это отодрать, я и ножом пыталась, и чем только не пыталась подковырнуть. Но не получается у меня. Вот. И сюда я переставила некоторые свои причиндалы, которые у меня стояли здесь для лица. Вот. Но потом еще подумаю, может еще что-нибудь поставим. Вообще полки очень классные, держатся хорошо. И там они с отверстием, если вдруг вода зайдет. Сюда мы дождик не вешаем наверх, поэтому я думаю, будет как раз нормально. Вот так. Отлично. Потому что здесь у меня на раковине совсем мало места. Вот. И вот эта маленькая полочка, она постоянно как-то дрыгается. Ой, блин. Вот. Она постоянно как-то дрыгается непонятно. Вот. Поэтому отсюда все валилось постоянно, валится. Вот. Поэтому будет вот так. Немножко разгрузила. Вот. День подходит уже к окончанию. Сколько у нас времени? 21.02. Очень плохо сплю. Крем-вуальт для тела. Вот. Останавливайте. Почитайте, пожалуйста. Вот. Можно почитать. Попробую им пользоваться. У меня есть из этой серии еще под глаза. Еще знаете, что купила в аптеке, я уже покупала один раз вот такие вот пластыри. Я из этой же упаковки один купила тогда, но я не заметила. Их можно даже на два раза делить одну штуку. Сегодня тоже буду с ним спать. Вообще очень классный. Понравился мне. Вот. Это просто аптечная. Так. И заказала себе еще вот такие патчи для глаз. Сейчас мы с вами все это откроем, посмотрим. Потому что тоже под глазами. Последние дни. От того, что вот плохо сплю. То, что вот это вот. Не буду даже нагнетать негатив и говорить. Не хочу. Вот. Короче, из-за того, что вот не высыпаюсь, плохо спала вот эти вот все дни, да. Тоже под глазами. Не то, что хотелось бы. Вот. Поэтому, ну, про эти товары, я думаю, все знают. Вот сейчас хочу открыть, понюхать вот это средство. Немного попробовать намазать на руку. Вот. На... В район локтей, да. И откроем, посмотрим вот эти вот патчи под глаза. Кремушек я открыла. Кремушек я открыла, понюхала. Запах приятный, довольно-таки нежный. Я думала, он будет более таким терпким, да. Нет, очень приятный. Не знаю даже, как вам его описать. Он реально такой прям успокаивающий какой-то. Не знаю, как описать словами его. Запах классный. Очень классный, особенно если перед сном сходить в теплый душ, да, либо в ванну. И потом намазаться им вообще просто будет замечательно. Так. И теперь давайте пленочку я сняла с этих патчей. Так. Откроем их, посмотрим. Я извиняюсь за свой голос. Мне еще болит горло. Вот. Но я верю, что скоро все будет хорошо. Так. Вот такие патчи. Именно из этой серии я еще не заказывала. Так, сейчас я откручу. Я открутила. Так. Давайте здесь посмотрим, почитаем. Ой, извиняюсь. Вот тоже ставьте на паузу. Девочки, читайте, пожалуйста. Я уже читать не буду. Так. И что? Давайте посмотрим, какие они внутри. По отзывам очень классные. У меня, я брала ICO розовый и Океаниум. Океаниум мне больше понравились. Так. А эти такие прям прозрачные. Еще и со звездочками. Вот такие. Я думаю, завтра, наверное, я уже сделаю. Потому что сегодня уже поздно. Я сейчас видео хочу смонтировать и ложиться спать. Вот так вот они выглядят, прозрачные, со звездочкой. Но если завтра буду снимать влог, то я сниму. Да? Поделюсь своими впечатлениями. Так. Все. Вот такой вот у нас получился день. Довольно-таки насыщенный. Сейчас еще хочу смонтировать видео, выложить. И будем уже ложиться спать. Ребят, всем огромное спасибо, кто смотрит наши видео. Кому мы нравимся, кому мы близки. Ставьте, пожалуйста, лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь. Мне будет очень-очень приятно. Я буду думать, что бы, может быть, такого еще интересненького поснимать. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, тоже, пожалуйста, пишите. Под видео все полезные ссылочки. Переходите, смотрите. Думаю, что-то да вам и будет полезно. Все. Всем здоровья, самое главное. Удачи, любви и благополучия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok